15 октября, в Международный день Белой Трости, в Лобинске прошла одноимённая акция. Цель данного мероприятия – привлечь внимание общественности к проблемам перемещения незрячего по улицам и пешеходным переходам города, в первую очередь водителей. Люди с ограниченными возможностями, особенно незрячие, нуждаются в дополнительном внимании стороны водителей. Поэтому сегодня в Лобинском районе был проведён рейд под названием «Белая Трость», и нами было показано о необходимости соблюдать правила дорожного движения на пешеходных переходах и пропускать пешеходов. Увидев на улице человека с белой тростью, водители должны знать, что она означает. «Белая трость в руках человека – это обозначает о том, что человек нуждается в посторонней помощи. Ну или, как мы говорим, хотя бы не мешайте, человек сам разберётся. Медленнее, да, без вашей помощи сложнее, медленнее, но с вашей помощью будет лучше. Это человек, это белая трость, это международный знак белой трости, знак инвалид по зрению. Эта трость называется тактильная, то есть от слова «такт» человек идёт перед собой, ну это продолжение ладони, скажем так, идёт, и он понимает. Есть такое правило, что человек, пройдя по одному маршруту три раза, он внутренне понимает, где он находится, ориентиры изучает, чувствует на себя, почему называется ориентирование в пространстве. То есть всё одновременно впереди, сзади, с двух боков, он всё это одновременно в голове прорабатывает, рисует маршрут, ну и передвигается по городу. Эта дата напоминает обществу о людях с ограниченными физическими возможностями по зрению, которые живут рядом с ними. В Лобинском филиале общества слепых состоит более 600 человек. Наши местные организации объединяем людей, имеющие проблемы со зрением, 600 человек. А территория двух районов, Лобинского района и Мостовского района, ну в основном 450 человек это в Лобинском районе. Изготавляем мы традиционную нашу деревянную прищепку, в настоящее время пластиковую прищепку, у нас очень большой хороший сбыт. А местные организации тех людей, которые не работают на производстве, мы им, ну по различным вопросам, это и календарные дни мы проводим совместно с нашей библиотекой, другие дни, чествуем ветеранов нашей местной организации, проводим различные мероприятия, те же самые спортивные, шашки, шахматы, есть настольный теннис для незрячих, туризм, легкая атлетика. Ну различные, то есть наша задача разыскать инвалида по зрению, если у него так случилось, чтобы он дома не замыкался и помочь ему, помочь родственникам, которые вместе с ним живут, чтобы человек понимал, что жизнь не останавливается. Ловко управляясь мелкими деталями, слабовидящие сотрудницы цеха собирают бытовые прищепки. Все действия отработаны до автоматизма. Каждый день эти женщины добираются до работы пешком или на общественном транспорте. Для многих это настоящее испытание. Говорят, знают каждую кочку, но порой без помощи посторонних обойтись невозможно. Нам помогают, вот работа нам собеспечивают, работа есть, работаем, зарплату получаем вовремя. Ну и так всегда праздникам нам, то конфеты, там какие-то призы детям, подарки новогодние. На водоисточники нас возят, мы купаемся, у нас Анатолий Васильевич этим занимается. Бутники нам в санаторий дают, ездим, бесплатно в санаторий ездим. Ну и так сюда театр в армавире возят, нас мы смотрим, ездим, слушаем, смотрим там спектакли разные какие-то. Тут вот так у нас, и кружки у нас, и шахматые шашки, да, да, у нас это и подсветывали. День Белой Трости призван ещё раз обратить внимание общества на проблемы граждан с ограниченными физическими возможностями. Каждый из нас может помочь и сделать мир для них безбарьерным. Юлия Сухомлинова, Георгий Сопов, телекомпания «ЛАБА». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова